Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео я попытаюсь развенчать миф по поводу того, что когда вы качаете себе конкретную десятку, вам необходимо ограничиться именно этой веткой, сосредоточиться на ней и соответственно потеть только на танках из этой веточки. Это в корне. В корне, ребят, неправильно. И многие писали мне под моим видео по поводу того, какую ветку качать первой. Вот ссылочка на данный видос. По поводу того, что моя рекомендация взять себе ветку на подмену, она неправильная. Но это мнение сформировано однозначно после просмотра других YouTube каналов. И сейчас я объясню, почему я с этой позицией в корне не согласен. Представьте себе ситуацию, в которой вы, допустим, хотите прокачать себе веточку FV215B. На пути, допустим, вам будет встречаться Черчилль 7. И когда вы его получите, вам придется в любом случае сначала катать на его базовом орудии. Есть другие модули, которые вы можете себе открывать. Как вы видите, Черчилль у меня не открыт. При этом, если я его открою, я сразу начну катать на топовом двигателе. И я буду катать на топовом альтернативном орудии. Как так получается? Дело в том, что модули, они повторяются в деревьях. И если вы зайдете выше, допустим, того же Black Prince, подниметесь, посмотрите на Кромвеля, либо посмотрите на Комета, вы увидите, что у Комета есть орудие базовое, которое вы сразу получаете, как только Комета открыли. Это орудие называется 75 мм Vickers HV. Теперь открываем Black Prince и смотрим. Топовое орудие, обратите внимание, у меня уже открыто и топовый двигатель у меня открыт, потому что встречались ранее. И если вы открыли себе Комета и при этом качаете ветку ТТ, откроете Черчилля, посмотрите, то здесь топовое альтернативное орудие это базовое альтернативное орудие Vickers HV. Если вы откроете, допустим, дерево Советского Союза и посмотрите здесь на машины, то вы обратите внимание, что, допустим, тот же самый танчик Объект 84, он имеет у себя пушку в арсенале D-54. Теперь, если вы подниметесь выше и посмотрите на Т-54, то здесь тоже есть это орудие. Господи, где оно тут у меня делось? D-54, вот оно. Таким образом, получается, что если вы открываете на Объекте 84, вот это топовое орудие, оно автоматом откроется у вас и в Т-54, и согласитесь, играть сразу на топовом орудии на машинке гораздо веселее. И обратите внимание, здесь у меня тоже открыт уже двигатель, хотя сам Т-54 конкретно на данном аккаунте я не открывал. Плюс к тому, ребят, огромное количество совпадений по модулям есть в дереве Германии. Наверное, самое большое количество совпадений. И у меня на канале уже есть все незабытые, к сожалению, видео, в котором я говорю, каким образом можно одновременно, крайне легко и быстро прокачать себе Мауса, ВК-7201К и Ягу Е100. Всего лишь необходимо придерживаться того пошагового плана, который прописан у меня в этом видео. Вот ссылочка на него. Я обязательно эту ссылочку добавлю в описании к сегодняшнему видео. Так вот, ребят, если вы обратите внимание на то, что где повторяется, здесь огромное количество модулей, но я смог разобраться и нарисовать схему. Ну, допустим, то же самое орудие Л-52 встречается у нас на многих машинах. Господи, где она? Л-52. Хотя, обратите внимание, это машины из разных веток. К чему говорю? Не ограничивайте себя прокачкой одной ветки. Изучите ветки. Посмотрите, где есть совпадения в дереве, в котором вы хотите прокачать себе веточки. И выберите те, которые пересекаются. И таким образом, вам реально станет гораздо, гораздо легче выкатывать себе десятки. Гораздо быстрее и менее морально-психологически дискомфортно. Если вам понравилось данное видео, если вы считаете его интересным, но уж тем более, если вы уже не первый раз смотрите мои видео, но до сих пор не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Ваша подписка для меня как воздух, а для вас она не стоит ровным счетом ни гроша. Нажмите на желтый шильдик, и я буду вас дальше радовать новыми, полезными, веселыми и интересными видео, которые не похожи на видео на других каналах. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok